Семинары бывают совсем не скучными, если проходят не в душной аудитории, а на свежем воздухе. Ивановские астрономы-любители провели звездный семинар под открытым небом. В чистом поле, близ деревни Дегтярева, любители смотреть на звезды выставили телескопы. Наблюдать за небесными светилами предстояло всю ночь, поэтому разместиться нужно было основательно. Одно дело сидеть в интернете, общаться, или в теории, в кабинетах где-нибудь, а другое дело выехать здесь, все это посмотреть живьем, то есть не на фотографиях, на экране монитора, а своими собственными глазами. Тем более, как показала та же тротуарная астрономия в апреле этого года, в чем-то эффект очень большой, то есть людям нравится. Даже просто посмотреть на Луну, которую люди видели в тот же телескоп много-много раз, в компании, в широкой, и пообщаться со знающими людьми, это вообще на большое удовольствие. Больше всего организаторы переживали из-за погоды. Вечером на небе было много облаков, но, к счастью, ближе к ночи они рассеялись. Сначала астрономам удалось полюбоваться Луной, благо она в этот вечер находилась с низким горизонтом. Затем наблюдателям посчастливилось взглянуть на Уран и Юпитер. Такой звездный семинар – это возможность пообщаться и получить новые знания по астрономии. У нас не очень развита астрономия, вообще не развита практически. После развала Советского Союза, у нас уже давно здесь не ведутся ни кружки, никакие массовые мероприятия для людей не проводятся. Я работаю в библиотеке детской, правда недавно, по образованию библиотекарь. То есть, конечно же, хотелось бы в будущем как-то содействовать привлечению молодежи нашей к этому интереснейшему занятию. Небо таит в себе множество загадок. Тема космоса легла в основу сотен книг. Вот и ивановские любители астрономии пробуют силы в создании книги. Семилетние наблюдения за туманностями и галактиками сподвигли Дениса Кокарева начать работу над фантастическим романом о внеземной жизни. В качестве имен для героев будут использованы имена ивановских астрономов-любителей. Сюжет книги на первый взгляд прост. На Земле закончились ресурсы. Люди начали добывать ресурсы с комет, с других каких-то объектов космических. Поселились, значит, построили базу на одном из спутников и случайно обнаружили внеземную жизнь. И дальше уже пока не буду рассказывать. Звездные семинары – это еще один повод задуматься о тайнах бытия и попытка проникнуть в их суть. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново. Субтитры создавал DimaTorzok